Какие направления вы там курируете и появились ли за эти 8 месяцев какие-то новые? Знаете, какое бы направление мы ни взяли, оно требует или поддержки, или помощи, или консультаций. Поэтому приходится этим заниматься. Это не только школы. Я в силу, опять же, специфики конкретно не буду называть, что, но в общем могу сказать. Это объекты социальной инфраструктуры, это и школы, это и детские сады, это и медицинские учреждения, это объекты электроэнергетики, это объекты водоснабжения, водоотведения, ну и ряд других объектов, в том числе и индивидуальное жилье. Мы единственные в Луганской народной республике, мы, я имею в виду Алтайский край, которые принимают участие в ремонте ИЖС. Для них вот то, что делает Алтайский край, это очень важно, потому что они, ну 8 лет они такого не видели, но они подчеркивают, что и в годы нахождения в составе Украины, они тоже таких, такого ремонта, вот масштаба такого, такого внимания они тоже на себе не чувствовали. Уже достаточно долгое время в ЛНР ездят жители Алтайского края, и чаще всего это строители. Только ли эти специальности там востребованы? В основном на данный момент это специалисты, которые помогают восстанавливать, я бы так сказал, нормальную жизнь. Сейчас это основное. Остальные специалисты бывают, значит это специалисты по линии здравоохранения, специалисты по линии образования, дорожному хозяйству. Это такие как бы краткие визиты, консультации. В селе эти люди едут добровольно или может быть организации посылают своих специалистов? Насколько я знаю и уверен в этом, никого туда насильно не везут. То есть достаточно людей, которые действительно хотели бы этим заниматься. Они едут, помогают. Хватает ли финансовых средств и вообще источники финансирования? Что это за источники? Знаете, средств, наверное, всегда недостаточно и во всем. Всегда хотелось бы больше. Так как территория особенная, территория это район боевых действий, там, наверное, любые огромные средства могли бы быть освоены. Ну, конечно же, все нельзя построить и, значит, только участием Алтайского края невозможно все сделать. Поэтому Алтайский край по мере возможности принимает в этом участие. Насколько успешно идет восстановление района и что в этом мешает? Я уже говорил, что объектов, которые бы требовали внимания с точки зрения восстановления, с точки зрения, возможно, какое-то новое строительство, их очень много. Потому что, как я уже подчеркнул, не только 8 лет в составе Луганской Народной Республики не хватало средств, но это тянется еще с 90-х годов, недофинансирование практически, наверное, тотальное тех территорий. Два десятиэтажных дома. Вот там в конце 80-х срезали лифты. Сказали, все, их больше не будет, у нас денег нет для того, чтобы их содержать. Это было еще во времена Украины. Поэтому и вот такая вот ситуация по многим отраслям. Ну, если мы говорим о том, что мешает, может быть, это какие-то снаряды, бомбежки, есть такое? Иногда бывает, честно можно сказать, потому что фронт находится все-таки не так далеко, поэтому территория неспокойная и боевые действия, к сожалению, дают о себе знать. Вы сами привыкли уже к залпам, к звукам стрельбы. Сложно ли к этому привыкнуть? Привыкнуть, конечно, сложно, но по сравнению с июнем, июлем месяцем, когда первое время, когда я прибыл туда, сейчас я себя более уверенно чувствую на той территории. Хотя нам нужно всегда оговариваться, что это такая территория, где происходит все, что угодно, и может произойти все, что угодно. И как бы ты не храбрился или кто-то не храбрился, то есть нужно помнить об опасности. Мы будем надеяться, что все будет хорошо.